В поселке Уральском, затаившемся на правом берегу Камы, в 40 километрах к западу от Перми и рубрики у наших западных соседей по контурной карте, в 10-м часу вечера, сильно в потьмах, на улице Московской заполыхал двухэтажный старинный древесный дом, в котором заживо сгорели 4 человека, один из которых был маломобильным и самостоятельно не мог покинуть горящее помещение. Почему трое его сотоварищей не сумели выскочить из гиены огненной, это пока вопрос. Про погибших известно очень мало, сообщается только их пол и возраст. Речь идет о 50- и 60-летних мужчинах и двух женщинах, 69-летний и другой пока еще не идентифицированный. Известно, что в этом ветхом бараке всего проживало 9 аборигенов. Пятеро успели выскочить на сентябрьскую вечернюю прохладцу, кто в чем был. Ни вещи, ни деньги, ни документы взять, видимо, времени у них не было. Но они хотя бы остались в живых, читай, у них осталась возможность осмыслить свои грехи и покаяться. У погибших такая опция отсутствует. По словам аборигенов уральского поселка, старый, хорошо просушенный дом вспыхнул и очень быстро. Красная жар птица системы петух расползлась на всю площадь строения, на все 380 квадратов. Полыхали и первый этаж, и второй, и крыша. На примере этого воспаления становится понятно, почему вылетающие из окон пламя называют языками. А из крыши огонь лупил в небо, словно факел. Когда пожарные подлетели на Московскую, весь дом уже был объят языкастым пламенем. По данным пермского ГУ МЧС, на утушку огнеборцы бросили 45 бойцов на 15 машинах. И такому огромному количеству пожарных только лишь через час удалось локализовать огонь, а еще через 50 минут полностью ликвидировать открытое горение. На кадрах, любезно предоставленных пермскими комитетчиками, видно, что после утушки двухэтажный дом больше напоминал угольный разрез. Ну, в смысле, уголь на пепелище можно было добывать открытым способом. Сгорело все. Крыша рухнула в эту топку и исчезла в ноль. Вы спросите, а что с тем квинтетом жильцов, который сумел выскочить из пылающего барака? Двое из этих аборигенов здоровьем совершенно не повредились, а троих на каретах пришлось госпитализировать. Ну, видимо, люди при самоэвакуации успели надышаться дымом. Но и у них в целом все нормуль. Пермский Минздрав официально сообщил, что двое пострадавших мужчин находятся в состоянии на троечку, то есть в удовлетворительном, и одна женщина в состоянии средней тяжести. Комитетчики возбудили дело по 109-й части 3-й УК, причинение смерти по неосторожности двум и более лицам, а это в пиковом случае до 4-х лет зоны. Прокуратура взяла расследование на контроль.